Добрый день, коллеги! Сегодня подводим итоги нашего первого модуля «Нейросети для генерации изображений». Конечно, сегодня на полтора часа я вас задерживать не буду. Мы посмотрим работы, которые вы мне прислали, обсудим, что нам удалось узнать и где, наоборот, нам не удалось добиться хорошего результата. И, конечно, отвечу на любые ваши вопросы. Пожалуйста, сегодня вы в них абсолютно свободны, о чем угодно, как угодно. Даже если кажется, что я на этот вопрос уже отвечала или кажется, что это слишком простой вопрос, все равно задавайте. Я включаю нашу картинную галерею. Так, собрала все то, что вы мне прислали, в одном месте. Вот посмотрите, какой у нас набор уже здесь получился. Довольно неплохая подборка. И, глядя на нее, можно уже сделать несколько выводов. Но не считая того, какая картина была самая популярна для изменений, какой исторический персонаж был самый популярный для генерации, не считая этого, можно сделать еще несколько очень интересных выводов. Так, я буду подглядывать параллельно в чат. Вот. И давайте пробежимся по порядку. Я сейчас буду увеличивать. Я прикрепила промпты, если вы их скидывали. И буду комментировать буквально каждую работу. Но первый комментарий ко всей нашей картинной галереи в общем и целом. Это то, что большинство из вас проделали огромную работу, один и тот же промпт, сгенерировав двух, трех, четырех и даже пяти разных сервисов. Это замечательно. Также большинство из вас сделало прекрасную рефлексию, написав, что получилось, что не получилось, какими вы добивались результатов и какие выводы вы можете сделать по окончании. И я должна сказать, что это самый правильный подход к изучению нейросетей. То, что я вам говорю, показываю, какие советы даю, это только, наверное, треть работы. Остальное – это непрестанные попытки, опыт, который вы получаете в процессе и разочарование, ошибки, которые с вами случаются. И теперь, попробовав, поэкспериментировав и сделав не просто какую-то картинку из головы, а попробовав выполнить достаточно конкретное задание, вы в свою копилку положили уже конкретные практические знания о том, что такое нейросети для генерации изображений и как именно они работают. Так, давайте пробегаться слева направо, наверное, без такого выстроенного хронологического порядка, просто как у меня картинки здесь сложились. Первое, что мы видим, это изображение, историческое событие, основание Петербурга. И вот вы видите ниже достаточно объемный промпт. Что мы можем, какой вывод мы можем сделать? То есть уже по этой картинной галерее понятно, что объем промпта, детальность его проработки заметно влияет на итоговое изображение. Мы видим, что здесь есть и смысловая часть, да, что именно должно быть изображено, отсылка к году, что тоже очень важно, и отсылка к стилю. Вот, например. И я рекомендую обратить внимание на вот эту фразу, мне она показалась очень удачной, говорит о том, как именно нейросеть должна соблюдать исторический контекст. Опять же, не без некоторых огрехов, которые, естественно, вовсе не вина автора, а особенности работы самой нейросети, потому что работа сама по себе получилась замечательная. Это более яркое выделение, да, фигуры на переднем плане, которое немножко выбивается из общего стиля. Это из-за того, что вот такой акцент сделан на фигуре основателя. Но в целом, мне кажется, очень достойный стиль, да, вот почему-то нейросеть выбрала вариант с купюр, и это смотрится очень интересно, позволяет не искать историческую палитру, а сделать картинку более яркой. Дальше у нас Софья Ковалевская, да, и это уже не просто генерация именно исторического события, а генерация на основе портрета. Как известно, нейросети, я вам уже говорила об этом, они отказываются генерировать большинство известных персон, особенно те, которые живут сейчас. А вот что касается исторических персон, может быть так, что в обучающей выборке просто не было конкретного человека. И тем более, если нейросеть зарубежная, она, скорее всего, из-за российских персонажей знает не такое большое количество. Поэтому такая генерация, естественно, должна происходить на основе каких-то изображений. У нас есть фотографии тех, кто жил уже в эру фотографии, у нас есть картины тех, кто жил раньше, у нас есть исторические реконструкции, антропологические, археологические какие-то находки, которые помогут создавать. И вот подобные персонажи, если вы делаете одну-две попытки, увидите, что явно нейросеть не попадает в образ человека, тогда нужно показывать какой-то образец. И уже потом с ним действовать дальше. А здесь нейросеть показывает другую ошибку. Посмотрите, как она воспринимает слово «римский». Для нее «рим» – это, скорее всего, значит «статуи». И мы вместо лица живого человека видим как раз просто раскрашенную статую. На другом изображении, это уже другая нейросеть, получилась лучше. Но здесь опять же фактические детали. То есть с первого раза кажется, что все хорошо, начинаем присматриваться, и у нас плуг почему-то идет в противофазу, не по борозде, а против нее. Вот такие вот детали. Тоже обратите внимание, насколько подробный, полный промпт. Есть и на стиль указания, мифология Древнего Рима, и конкретные персонажи, и даже что они должны делать, кто куда смотрит, чем занимается, и описание стиля. А почему на одной картинке получилось два человека, а на другой – три человека? Потому что случайное число. Когда вы нейросети говорите какую-то цифру, какое-то число, она, скорее всего, ткнет пальцем в небо, потому что она не понимает, что означает это число. И примерно по контексту может догадаться, а может и не догадаться. С годами немного по-другому. Года воспринимаются как какие-то эпохи исторические, но тоже, наверное, я бы писала бы, какой именно век и опиралась в первую очередь на век, а не на какой-то конкретный год. Тогда, возможно, результаты будут более исторически достоверными. То есть запомните, когда вы перечисляете количество, это не значит, что вы действительно это количество получите. Ещё одно историческое событие в Кандинском. У нас сделано большое количество деталей, и здесь видна разница в том, как обучался. То есть то, что мы видим на заднем плане, оно хоть и не соответствует именно географии, именно тому, какие выпускались газеты, но, по крайней мере, попадает в стиль. Это потому, что Кандинский обучался на другой выборке. Если вот это самое изображение попробовать сделать в каком-то другом сервисе, такого результата не получили бы. Он по-другому пытался бы изображать. И уж тем более моменты со знаками военных различий. Здесь, по крайней мере, издалека, когда на них смотрим, кажется, что всё в порядке. Но и очень большое количество артефактов. Потому что по своей точности Кандинский не умеет так работать с деталями. То есть здесь детализация и достоверность должна быть на уровне Миджорни, которая у нас пока всё ещё является флагманом. Но Миджорни не настолько хорошо погружена в исторический контекст. И поэтому это довольно сложная сцена для воспроизведения. Мы видим, не очень понятно, что держит комендант в левой руке. Не очень понятные приборы здесь располагаются. Но стиль передан довольно точно. Так, а почему мне никто не говорит, что у меня картинка с текстом зеркальным? Как же вы тогда читаете промпты, если они отображаются слева направо? Да, это значит, у меня от рука так отображалась. Хорошо. И опять же смотрим на промпт. Что отсюда взял Кандинский и перенёс? Какие-то ключевые слова. Вот булькер, кабинет он явно понимает. Настроение тоже, скорее всего, он считывает. Ну вот насчёт эпичности я тут не согласна. Тут вряд ли он попал в стиль. Но мы видим, что какие-то ключевые слова для Кандинского оказались знакомы. То есть они были в обучающей выборке. Что мы делаем? Мы прибьём какую-то нейросеть. Загоняем промпт вот здесь, вот ниже написано. Загоняем свой промпт в эту нейросеть, смотрим. Если явное непопадание в историческую эпоху, в контекст, в какие-то детали, значит просто нейросеть на этом не обучалась. И вы можете сломать голову. Вы можете перебрать 500 вариантов и всё равно не получить результата. Только исключительно потому, что когда-то человек, который нейросеть обучал, точнее группа, которая нейросеть обучала, не включила подобные изображения в выборку. Значит, самый правильный вариант – это написав промпт, прогнать его по доступным вам нейросетям и посмотреть, какая из них справляется. Даже в первом приближении лучше, стой и продолжать работу. Так, вот у нас две нейросети. Это Кандинский и Леонардо. Леонардо, по-моему, выше, Кандинский ниже. И вот такой вот промпт. Видите, что у нас большинство промптов на английском языке. И, скорее всего, я могу сказать, что вы их, скорее всего, не составляли на английском, а переводили. И этого достаточно, чтобы нейросети понимали, что происходит. Вот тоже, да, именно с точки зрения реалий, картинки стали по себе достаточно грамотны. Там еще было третье изображение рекрафта. Но рекрафт там вообще сделал занавески вместо парусов и не попал совсем. И вот тут вот мы можем видеть как раз различия в генерации самой нейросети. Во-первых, у Кандинского ниже качество. Если мы будем увеличивать, мы увидим, как распадается на пиксели. У Леонардо чуть лучше, либо через апскейлер, через улучшение качества изображения прошло. У Кандинского сейчас нет функции улучшения качества изображения. У Леонардо можно улучшить и посмотреть, что выходит. Дальше, видите, по цветам картинки очень и очень похожи. То есть, значит, что в промпте где-то написаны такие ключевые слова, на которые разные нейросети среагировали одинаково. И мы можем посмотреть и понять, да, что у нас. Это, скорее всего, слово «бернин», «дарк энд ред тоннс». То есть вот этот вот набор ключевых слов считывается нейросетями практически одинаково. И, значит, мы можем себе вот куда-то эти ключевые слова записать. Мы про это будем говорить уже завтра, про такие ключевые слова, и пользоваться ими в дальнейшем. Очень хорошая находка – указать перспективу. То есть вот это вот действительно замечательно. И я уже писала в чате и повторю сейчас. Нужно собрать словарик голливудского обозначения кадров. White shot, close shot, middle up shot. Они будут помогать лучше как раз показывать, что должно быть внутри изображения. И вот перспектива – это тоже один из вариантов. Изометрическая перспектива, фронтальная перспектива. Можно использовать что-то более оригинальное, вроде голландский угол. Тогда будет заваленный горизонт и будет хорошо для драматических каких-то изображений. То есть вот такие вот ключевые слова работают стопроцентно. Их нужно собрать, и нужно собрать так, как их называют Голливуд, потому что для нейросетей это более универсальные слова, чем если мы будем использовать русскую терминологию, терминологию советского кино. Так, дальше вот посмотрите, да, у нас появился Дали, до этого были другие нейросети, и Маска в Леонардо. То есть тоже я заметила в ряде работ, которые изданы на настоящий момент, такой подход, что сначала генерируется референс в одной нейросети, а дорабатывается в другой не с нейросети. Это совершенно верный и правильный подход, и часто как раз доработчиком выступает Stable Diffusion. А это Леонардо, это Рекрафт и некоторые другие сервисы. Действительно, Stable Diffusion в плане доработки самый-самый хороший. У нас есть изображение, а тут видна, конечно, разница между самим человеком, как идет цвет, как идет материал текстур, текстура и вот просто картинкой, фоном. То есть это изображение не фотореалистичное, это скорее техника коллажирования. Да, Дали не будет вставлять лицо, да, он на это не заточен. И довольно, да, качественно проработаны детали, то есть на первый взгляд каких-то вот таких явных ошибок и грехов в этом изображении нет. Так. Еще одно историческое событие. Было несколько вариантов. Я взяла один наиболее показательный. Это крещение Руси. И опять же, да, мы смотрим, какие ключевые слова, на которые нужно обратить внимание в вот этом вот промпте, да, что у нас идет. Мы видим, что у нас есть Русь, Князь. Это дает нам стиль и какие-то детали изображения. Мы видим, что у нас есть Солнечный светлый день. Это дает тона. И стиль Ильи Репина. И мы можем уже вот по вашим многочисленным попыткам я могу сказать, что в Репина Леонардо не попадает. То есть для него это незнакомый стиль художника. Нужно подобрать какой-то западный аналог, да, в похожем стиле и использовать уже другую фамилию. Но несмотря на то, что опять же, с первого взгляда, да, все хорошо, мы можем наблюдать некоторые ошибки, как обычно. Куда в первую очередь? Приближаем на людей и смотрим вот какие-то странные позы, странные лица, особенно, когда идет массовка, у нас бывают толпы клонов, бывают какие-то не очень хорошо проработанные детали. И исторический контекст, да, на что сразу можно обратить внимание. Первое, что бросается в глаза, это каменный собор. Ну, понятно, да, что это явно анахронизм. И вот такие вот детали, либо их нужно объяснять, то есть, например, добавлять строчку все постройки на заднем плане каменные, либо потом дорабатывать, изменять вот с помощью какого-то другого сервиса. Я не могу ничего сказать по поводу как бы облачения, хотя, на первый взгляд, здесь тоже есть странные детали, не знаю, насколько оно соответствует эпохе, но вот, например, головной упор князя Владимира тоже не соответствует. Это не отменяет все достоинства изображения, но, опять же, использовать вот в таком вот варианте нельзя, это требует доработки. Ну, первое, что скажут, например, ученики, да, если показать, скажут, смотрите, у нас есть мост для монорельсовой дороги. Так, и снова тема космоса, это у нас самое популярное изображение. вот здесь промпт сам по себе очень короткий и при этом изображение достаточно достоверное, не полностью, но какие-то элементы присутствуют. Это говорит о том, что подобные изображения были в обучающей выборке, иначе бы такой короткий промпт не дал достаточного изображения. Здесь, насколько я помню, были обсуждения флагов, и флаги, как и надписи, какие-то элементы, это то, с чем нейросети не справляются. У них нет привязки к советской атрибутике. У них, у нейросетей для генерации изображений в обучающей выборке, то есть то, как они учились, в них нет пар. То есть им показывали наборы картинок, но им не показывали пары картинок. Вот если бы показывали советский флаг, американский флаг, индийский флаг, вот если бы именно парами давали изображение, то они бы справлялись лучше. Пока нейросети для генерации изображений обучают по-другому, и они вставляют те детали, которые им просто чаще попадались в обучении. Если они чаще видели советский флаг, они будут показывать, скорее всего, советский. Если чаще видели американский, значит американский. Так, это у нас Кандинский, да? У Кандинского все лучше, у него Гагарина в обучающей выборке естественно было намного больше. И мы можем видеть, например, какие-то элементы атрибутики, которые больше соответствуют эпохе. Конечно, вот так ярко раскрашенная ракета на заднем плане достаточно забавно выглядит, но, тем не менее, имеет право на существование. И вот тоже, да, поскольку в обучающей выборке было, то и промпт получился достаточно коротким. А вот если в обучающей выборке было достаточно мало госпитальных сцен, то и промпт потребовался заметно больше. Вот видите, здесь, например, использован не год, а век. И для нейросети это воспринимается понятнее. Я бы еще убрала вот здесь на самом деле, когда вы пишете такое, помните, убрала бы пробел, чтобы вот это было, воспринималось как единица символов. Тогда будет больше попадания. Вот. И тут мы опять же обсуждали вопросы, да, этики нейросетей. У каждой команды разработчиков выставляет какие-то настройки. проводит где-то границы про использование признанной информации, про использование изображений голоса видеоизвестных людей, про изображение жестокости насилия, когда нейросеть говорит, нет, я вам такое показывать не буду. И из-за этого добиться каких-то деталей может быть очень и очень сложно. Мне кажется, здесь вот само изображение госпиталя очень даже получилось. Даже какие-то мелкие детали, если они не совсем совпадают, не совсем аккуратны, в целом картинка очень-очень достойная. Я знаю, что автор хотел именно военный госпиталь показать, и вот это как раз та ситуация, где столкнулись с границами, то есть в плане такого более мирного, более спокойного изображения да, а вот что-то более выразительное извините, я не могу вам сгенерировать такое изображение. Вот Леонардо и тоже очень большой и подробный промпт. У нас есть описание, вот обратите внимание, когда мы говорили о том, как писать промпт, мы говорили, что сначала смысловая часть, потом стилистическая, и о том, что большинство нейросетей, когда генерация картинок, реагирует в первую очередь на то, что написано первым в этом промпте. И вот то, что вы пишете первым, оно идет в первую очередь. Поэтому толпа людей есть, а вот эмоции, которые ушли подальше, вот видите композиция с эмоциями, чем дальше оно по промпту, тем меньше у него вес, и поэтому эмоции на этой картинке переданы не так хорошо. Ну, и логотип Сбербанка, про это мы говорили, пока мы с вами неделю занимались, Леонардо обновил интерфейс. Я думаю, что вы заметили, он немножко не так выглядит, как я вам показывала изначально на вебинаре. И теперь в Леонардо можно загрузить надписи, которые потом встроятся в изображение. Давайте я покажу сразу, как это выглядит. Вот. сейчас вот так выглядит интерфейс. Видите, что поменялось, ушли отсюда стили, все ушло в эту левую боковую панель, иконки обновились. И вот сейчас там, где вы пишете промпт, можно нажать на значок картинки, открыть полную панель, и вот сюда, в самом низу, можно написать то изображение, которое должно быть использовано в итоговой картинке. Так, мне немножко мешает вот эта надпись, но, к сожалению, убрать я ее сейчас не могу. Они приглашают отпраздновать 30 мая вместе с ними наверняка какие-то новые функции добавят. Также вот здесь можно посмотреть, здесь можно загрузить референс по стилю, по человеку, и вот очень интересно, что можно загрузить референс по позе. То есть поза персонажа с одного изображения будет перенесена на другое. Это очень здорово. Возвращаясь к нашей картинной галереи. Дальше у нас события, о которой автор изображения споткнулась, потому что это освобождение, указ о освобождении крестьян, и Леонардо, который про исторический российский контекст знает примерно ноль. И слово освобождение у него связано с совершенно другими деталями. Какие-то моменты, связанные с крестьянством, для него тоже выглядят совершенно по-другому. То есть, с исторической точки зрения здесь не соблюдена достоверность. Хотя, посмотрите, что сам по себе промо достаточно подробно. Что здесь нужно, во-первых, сделать? Перенести вот это предложение дальше. То есть, сначала мы описываем, кто делает что, и дальше уже все вот эти вот моменты, которые должны указывать на стиль и на какие-то исторические детали. Это раз. Второе, возможно, даже такого подробного промоста не хватает для того, чтобы он проработал. И, как я говорила, если вы видите, что он не берет, значит, у этой нейросети просто нет в обучающей выборке. Если вы будете использовать вот такие нейросети для организации, то есть, вырастите свою собственную нейросетку и скачаете открытую бесплатную, вы ее будете дообучать. То есть, по факту, если вы работаете в музее, вы можете фотографии всех картин, которые у вас представлены, загрузить в вашу домашнюю нейросетку, и она на них научится. Если вы работаете в библиотеке, вы фотографии писателей можете загрузить нейросетку и научить их отвечать. Но, когда вы берете готовую нейросетку, уже, с которой поработал кто-то другой, вот такую открытую бесплатную универсальную, если она недообучена, вы с этим уже ничего не поделаете. У вас просто нет доступа к таким инструментам, чтобы заставить ее различать, как выглядело христианство в 1861 году и как оно реагировало на историческое событие. С Бородино ситуация немного получше. Как думаете, почему? Почему освобождение крестьян у нас не получилось в полной мере с деталями, а вот Бородино в руках того же Леонардо, видите, тоже Леонардо, только последнее изображение, это плейграунд, получилось достаточно достоверно. Здесь серия из четырех, сразу генерации, всего мне прислали восемь, пакетами по четыре генерировали и достаточно как бы с точки зрения и пейзажа и каких-то деталей, элементов, костюма, как правильно заметили, выглядит вполне себе достоверно. Да, совершенно верно, про это событие знают в том числе с французской стороны и есть позже и соответственно вероятность того, что исторические полотна той эпохи попали в выборку обучающую намного больше, что вот эти изображения как раз и доказывает. Ну вот опять же обратите внимание, что в этом промте интересно. ключевое слово повторяется четыре раза. Ключевое слово повторяется два раза. три раза. Четыре, три, два раза. Больше всего солдат, меньше дыма, еще меньше пушек. И вот как раз за счет повторения ключевых слов, за счет вот такого придания веса каким-то каким-то отдельным элементам получились настолько слаженные изображения. То есть тут сила промпта в том, что ключевые слова повторяются. Им дается больший вес, и несмотря на то, что они отнесены в конец промпта, они очень сильно повлияли на генерацию изображения. Хороший прием. Если вам кажется, что вы повторяете одно и то же и это плохо с литературной точки зрения, то с точки зрения нейросети вы все делаете правильно. И еще одно, последнее в моей галерее историческое событие уже измолил, да, с воров на переднем плане. И вот здесь использован негативный промпт, только он написан немножко неправильно. То есть с точки зрения негативного промпта тут нужно перечислить то, чего не должно быть. То есть здесь по идее должно быть вот так написано Russian soldiers и тогда не будет российских солдат. Хотя тут же при этом написано, что российские солдаты должны быть и эта нейросеть может запутать. То есть здесь например можно написать нет смертей, нет лошадей, нет шлемов, неправильной эпохи, то есть какие-то детали, то есть нужно прописать, чтобы их не было. Еще обычно здесь пишут нет агли, мутации, то есть то, что позволяет человеческую фигуру показать достаточно правильно. И вот тоже мы видим, что достаточно аккуратно к историческим событиям, не без огрехов, но тем не менее, все же достаточно аккуратно. А вот солдатами действительно запутались. Их они и должны быть, их и нет, и поэтому вот здесь вот на подступах мы их фактически не видим. Так, это первая часть нашей галереи и вторая часть, которая посвящена изменению деталей на какой-то известной картине. тут подборка немножко поменьше. Принцип тот же самый. Мы берем какое-то изображение, показываем его нейросети, если она может его знать, но лучше всегда показать исходную картину, выделить тот элемент, который нужно заменить и описать его для изменений. Вот здесь все просто. Поскольку Леонардо знает, кто такая Анжелина Анжелей, он какую-то часть изображений изменяет. Кто такой кролик, он тоже знает, и меняет здесь голову. Видите, с точки зрения позы, поворота, взгляда, картина выглядит достаточно естественно. Здесь не хватает трещин, кракелюр, то есть вот это все. Это те нюансы, которые можно доработать, добавить сюда, либо сделать перегенерацию с большей привязкой к исходному изображению. А вот тут такая ситуация, что Кандинский, который вроде бы должен знать наших российских художников, не знает, что такое бурлаки на Волге, но он и не должен знать. Одна из немногих нейросетей, которая по названию может понять, о какой картине идет речь, но и то это не точно, это Дали. Потому что Дали понимает соотношение текста и готовой картинки. Его учили парами текст-изображение, текст-изображение. Кандинского учили не так. И поэтому по названию картины, хотя ее даже правильно в кавычки поставили, по названию картины он не понимает, о чем идет речь. Ему нужно было показать первоначальную исходную картину и сказать, что на ней заменить. Тогда бы он справился. Вот так примерно слева мы показываем медведя в лесу, справа меняем их на панд. То есть вот нарисуй панд вместо каждого из медведей. Почему нарисовал они вместо каждого медведей? Потому что не умеют они считать. Хоть написали, что медведи три, но извините, нейросет не знает, что такое три, и поэтому нарисовала панд там, где посчитала нужным. Но панды смотрятся неплохо. это кандинский тоже. Видите, по описанию сразу ясно. Сначала загружена сама картина, само исходное изображение, затем стерта какая-то часть, потом уже идет промпт. Тут нет попадания в стиль, тут хамелеон скорее вязанный, всякая какая-то игрушка. Это скорее всего влияние слова домашний. Вот скорее всего оно в промпте заставило хамелеона стать вязаным. То есть тут нужно попробовать и заменить какие-то элементы. Может быть слово милый повлияло, но мне кажется, скорее всего тут повлиял элемент домашний. И кандинский ставил не очень аккуратно, видите, он поставил тут еще не совсем верный пол, то есть не очень аккуратно встроил внутрь картинки. Это вопросы к самому конечно кандинскому. У него не всегда аккуратная вот такая вставка изображений. Вот еще один вариант, тоже вполне известная себе иллюстрация Билибина и вместо черепа мы видим хэллоуинскую тыкву. Вот все хорошо, видите, и форма, и цвета, и расположение вообще без единого огреха. Что не так? Почему глаз цепляется за неправильность? Да потому что качество. То есть если мы посмотрим здесь на детали, как обведено, какое качество изображения, какие пиксели, и посмотрим вот сюда, мы увидим, что здесь четкость слишком большая. Это то, что мы сознательно можем сразу не замечать, но подсознательно мы сразу видим несоответствие между детализацией. То есть по факту здесь да, издалека согласна, отлично, то есть здесь как бы до идеального результата, до того, чтобы это вставить в какую-то презентацию, вставить в курс по фейкам и так далее, здесь все, что нужно, это у тыквы понизить детализацию, понизить специальное качество. И все будет на 100%. Так, вот у нас Лопухина в образе белой персидской кошки. Здесь нисколько заменена голова, то есть здесь работа, насколько я поняла, спорождающий текст не с ластиков сделана, а перегенерация с головой кошки. Мы видим, что сохранились какие-то элементы, стиль штрихи сохранились, стиль одежды практически полностью, цвета переданы замечательно. И нет ощущения, что голова здесь вставлена, потому что полная перегенерация, а вот как раз все очень аккуратно и бережно сливается. Мне нравится, что кошка тоже стала кудрявой, и действительно есть какой-то перенос и есть действительно какое-то сходство. Еще одна картина. Тоже было несколько вариантов и попыток. С каждой попыткой у нас дама на картине становилась все улыбчивее и румянее. И тоже замена головы. Тут можно видеть по вот этому вот кругу, насколько я понимаю, вот здесь работал ластик, чуть-чуть подрезал облака, а кандинский, если не шиваясь до кандинский, он немножко не справился с дорисовыванием фона. Дорисовыванием фона, конечно, кандинский у нас не очень силен. Но по стилю мне кажется шляпка вписывается очень даже неплохо. Так вот к этой работе к сожалению у меня нет промпта, хотя мне очень было бы интересно на него взглянуть, что лежит в основе. Если я правильно понимаю, это как раз Леонардо, да, ведь и вот такое вот изображение. Опять же, какие-то моменты и нюансы уже не понимали, что за промпт. Да, я прекрасно понимаю, когда такая потоковая генерация. Вы можете кликнуть на само изображение и там должен быть написан его промпт. Или в ленте его найти, например, кликнуть и там должна быть кнопка скопировать промпт или по наведению мышки должен появляться промпт. То есть его всегда можно восстановить. И здесь всегда обращаем внимание на детали. То, что мы посмотрим и добавим куда-то картинку, это хорошо. Вы сами говорите, первое впечатление отличное. Дальше всегда обращаем внимание на детали. Вот печь похожа на израсула. Похожа. Если у нас вообще артефакт небольшой, но опять же мы такие окна действительно можем видеть в церкви. Если у нас церковное облачение совпадает ли детали обряда, насколько все это похоже. Вот тут тоже опять артефакт с кольцом на пальце, небольшой артефакт с жилеткой, с цепочкой для часов на жилетке. Но вот это мелкие детали с точки зрения именно исторической составляющей, насколько это все похоже очень даже хорошо. если найдете промпт, все-таки скиньте его мне, я заберу в коллекцию. Дальше самая популярная картина для работы с ней девочка с персиками, показываю два варианта, на самом деле их прислали больше, и варианты как можно работать, заменять сам объект в руках менять стиль, и это тоже так, простите, это я куда-то не туда нажала на клавиатуре. Менять стиль, это тоже вариант, да, тоже получается вот так вот достаточно специфически, но интересно. Сама по себе картина, да, про собачку не было, ну, вот, температура, видимо температура была повышена, и нейросеть решила, что собачка здесь вот прямо сильно требуется, то есть видите, да, спинка стула превратилась тоже в тазик, то есть какие-то вот такие детали нейросеть сама задумала, это значит, что у нее настройки креативности были повышены, вот, а вообще сама по себе картина для перегенерации очень сложная, то есть вот этот вот стиль с пятнами нейросеть может неправильно определять границы объекта, то есть прежде чем она что-то делает, она в любом случае разбирается с тем, что на картинке изображено, то есть, например, ага, вот она посмотрела, решила, так, собака, девочка и чайник, и она пытается их при перегенерации восстановить, поэтому вот эта картина действительно очень сложна для ее изменения. так, опять же, мой фаворит, да, по-моему, из пяти вариантов, три богатыря верхом на черепахе, я решила, что логичнее, если три богатыря действительно будут ехать на одной черепахе, а не каждый на своем. Нет, импрессионизм вполне себе для нейросети, когда она генерирует с нуля, а вот когда она редактирует, это прям сложно-сложно. Я прямо здесь наблюдаю черты и Терри Пратчета немножко, вот очень похоже по иллюстрации вот это вот виньеточное оформление. Богатыри у нас тоже немножко специфические получились, особенно некоторые элементы оружия, которые непонятно, как расположены, но по крайней мере вот здесь вот есть соответствие промта, да, и вот что здесь изменить существующую картину Воснецова «Три богатыря». Dream Studio тоже не обучена на российских картинах, и поэтому вот именно с композицией картины она не разобралась, она не может повторить композицию, потому что она картину не знает. Вот, пожалуйста, что богатыри должны сидеть на черепахах, это она поняла. Да, не было в обучающей выборке, это на самом деле сразу страшно, ой, это сразу, видно, когда вы загружаете и смотрите. Ну вот, в качестве эксперимента, так, вот смотрите, так, что вы, пусть будет Иван Царевич, Иван Царевич и Воснецов. Сейчас я переведу на английский. так, нарисую Иван Царевича в стиле Воснецов. Так, копируем. И вот сейчас по нейросетям, да, так, возьмем где что-нибудь попроще. Ага, стиль у нас тоже на языке, пусть остается такой же вариант. фаст-квалити, два изображения и имбис, стиль динамичный, контраст, медиум, вот видите, стили перенесли, немножко по-другому, но пусть будет так. Не будем ничего трогать и сгенерируем здесь. То же самое для Кандинского. Я буду стрелять везде по-английски, чтобы соблюдать, да, чистоту эксперимента. Прикрафт и сейчас добавим такого же. Вот у меня нервы, плейграунд не дает Касперски открыть, так бы я, конечно, тоже на нем поэкспериментировала. Сейчас и Dream Studio. У меня еще и шедевр, но шедевр я, наверное, уже не пойду. Так, это у нас пусть будет пусть будет хотя бы в стиле скетчей. Так, и Dream Studio вот, то же самое. Все, без всяких негативных промптов, просто вот такие эксперименты. Ну, его сравниваем, да, Иван-Царевич по мнению Леонардо в стиле Васнецова. Кандинский еще думает. Иван-Царевич по мнению Рекрафта. Ну, с Рекрафтом понятно, потому что у него стиля нет подходящего. Давайте я хотя бы вот переставлю на акварель, уже будет понятнее, вот, потому что сейчас с точки зрения скетча он рисовал вот таким вот образом, да, тут сложно что-то сравнить и понять, насколько подходит. Так, забавно. Так, это в стиле Васнецова Иван-Царевич у Кандинского. И в стиле Васнецова у Dream Studio. То есть мы видим, да, что у нас у Леонардо и у Dream Studio явно прослеживаются какие-то общие черты. Но я бы сказала, скорее, Билипин все-таки здесь, чем Васнецов в таких вот элементах. А Кандинский больше на театральной постановке, имеют право на существование тоже. Насколько я помню, был такой эпизод в жизни Васнецова. Ну, и у Рекрафта даже сами стили не позволяют изобразить что-то похожее. И таким образом мы можем сразу оценить, вот прогнали по четырем нейросетям, сделали по картинке и сразу можем оценить, какая нейросеть лучше понимает вообще в принципе, что такое стиль Васнецова. и уже потом приниматься за чистовые генерации, прописывать более детальные, аккуратные промпты и пытаться достигнуть результата. Так, неравный брак был в Дали. Вот, как я говорила, да, Дали понимает связь, подпись и картины. То есть для него это понятнее и возможно поэтому как раз сохранились какие-то элементы и расположения персонажей. Старую невесту с 133 попытки вернуть священника. Ну что ж, да. Так, если, если работаете вдали и получилось что-то, но потом начинаются вот такие вот проблемы, что не может какая-то деталь измениться или вернуться, есть смысл начать новый чат, даже если в Телеграм-ботах там, по-моему, должна быть функция очистить и начать новый чат и в новом чате повторить генерацию. Потому что если нейросеть во что-то уперлась, она внутри одного чата будет прямо вот так вот упираться. А Дали работает именно по чатовому принципу. А надо открывать новый чат и копать и генерировать что-то там. Так, коровин, и продолжение темы с импрессионизмом, изображение референс, в которое нужно было добавить оранжевую Теслу и луну. И стиль художника я бы сказала, что оно более-менее напоминает, не считая ярких красок. Композиция нет. Вот этот накал пафоса это, возможно, как раз зависит от того, как Тесла была представлена в обучающих выборках. Ну и оранжевый сработал как оранжевое все, а не только машина. Может быть, один из вариантов был бы вот такой. такой вот. То есть я бы следующим шагом пробовала бы вот так вот. В центре Тесла запятыми отделяем оранжевое Тесла. Запятые часто работают как разделители, которые делят промпт на какие-то части для нейросети. И возможно, что слово оранжевое попало в общую подборку In the center of the scene из Orange. И она поняла, как сцена оранжевая. Мы про вот это будем говорить еще завтра. Как нейросети понимают те или иные слова, но уже на примере нейросети для работы с текстом. Дальше у нас прилетели грачи. Без подсказки от автора определите, какая деталь здесь изменилась. Это на самом деле очень интересная задачка. Я раз пять туда-сюда полистала изображение, чтобы понять, что поменялось и как именно оно поменялось, потому что с моей точки зрения это очень удачное добавление деталей. Ну вот видите, насколько вы продвинуте меня. Я вот очень долго сравнивала картинки, чтобы понять, как именно было. Да, я помню, что запрос подснежки я же читала, это я задачку дала. Я потом просто листала страницы и сравнивала исходное изображение со сгенерированным, чтобы понять, как это было сделано, какие изменения были использованы, ластик или сама нейросеть так заменила, насколько оно по тонам подходит. Мне кажется, это потрясающий результат. И смотрите, первое, что мне приходит в голову, это взять наборы таких картинок и сделать для студентов тест, какое из этих изображений настоящее. И сразу память работает, и внимание к деталям работает, и знание картины российских художников. Мне кажется, что с точки зрения интерактива на занятиях это просто записываю блокнотик и беги реализовывать. последний экспонат в нашем виртуальном музее это Кандинский, как мы видим, и незнакомка, которая решила стать еще более таинственной и надела солнечные очки. Опять же, мы видим традиционную ситуацию с Кандинским, где он подразмыл фон и немножко не попал в цвет лица, в тон лица. Композиционно получилось неплохо, а наша незнакомка даже немного отвернулась. Ясно, что здесь, скорее всего, есть линия подбородка Кандинский тоже немножко доработал. То есть, тоже вот такие мелкие детали. Вот такие мелкие детали с точки зрения применения это креатив для соцсетей, креатив для афиш, для каких-то заманушек и завлекушек. Мы берем какую-то известную картину, что-то известное и знакомое людям, это может быть даже фотография вашего города и с помощью нейросети добавляем какую-то яркую выразительную деталь, связанную может быть с темой мероприятия, с темой того, о чем будет речь, с темой занятия какого-то и получаются очень неплохие визуальные тизеры. Это еще один способ, для чего вам могут потребоваться генеративной нейросети. Что ж, я надеюсь, вам понравилась наша сегодняшняя экскурсия, вы получили большое наслаждение от нашей картинной галереи, и я сейчас отправлю список всех зачетов, которые я проставила, если где-то я упустила кого-то, напишите мне, пожалуйста, я буду продолжать принимать работы по первому и второму практическому заданию, а с завтрашнего дня мы начинаем уже генерацию текста, и я жду с нетерпением, это вот моя самая-самая любимая тема, готовьтесь погрузиться в тексты с головой. Спасибо за активное участие, и до встречи завтра в 15. в 15.